Огромное спасибо генеральному спонсору, организатору за возможность нам поделиться своим опытом. Как коллеги ранее сказали, уже выступавшие, что изменения климата происходят. Факторов, влияющих на увеличение урожайности, много. Семенные компании выводят новые гибриды по полцентерам, по центерам, добавляя в новинки свои химические компании, разрабатывают новые молекулы, новые пестициды, которые продлевают вегетацию, защищают. Мы же делимся своей наработкой в системе минерального питания подсолнечника. Кратко, компания «Пусагра-регион» – крупнейшая сеть в России, производители-поставщик минеральных удобрений. Практически все сельскохозяйственные регионы, области, края находятся в нашей зоне ответственности. Компания представлена в 71-м регионе Российской Федерации. Мы поставляем продукцию более 50 марок. Марки содержат до 8 элементов. Макро, микро, мезоэлементов, водегранулы. Практически для всех основных сельскохозяйственных культур. Минеральные удобрения «Пусагра» обладают высокой водорастворимостью фосфора, высокой доступностью этого элемента питания, который крайне важен для растений. Я об этом скажу, особенно если мы говорим о замасличной культуре. Фрыжек, соя, подсолнечник, сафлор. Культур много. Я в своем докладе остановлюсь только на подсолнечнике. Компания с прошлого года прошла ребрендинг. Теперь наши марки удобрений сгруппированы линейки. Азотно-фосфорные комплексные удобрения «Апавила». Удобрения с микроэлементами «Апавила плюс». Азотная группа, линейка «Нитрива». Жидкие комплексные удобрения «Апаликва». И кормовые добавки «Афапит», «Нитрифит». Первое, с чего хочу начать, коллеги, это опыт в Ростовской области. В 2020 году проходил на базе «Уродина» группы компаний «Светлый» на подсолнечнике. Компания много изучала и изучает технологии питания, с успехом применяет жидкие комплексные удобрения. И данный продукт у компании входит в стандарт технологии. Если разобрать, кажется, схему опыта, в качестве стандарта использовалось 80 кг ЖКУ одновременно с бассивом. Но компания была очень интересна, как подсолнечник отреагирует на дальнейшее питание. Мы понимаем дефицит, мы понимаем, пересыхает верхний слой, когда 10, когда 20 см. Мы включили в опыт в некорневую подкормку с жидкими комплексными удобрениями фазу 6-8 листьев. И на эту же некорневую подкормку мы увеличили вариант с припассивным внесением в жидкие комплексные удобрения на 20 кг до 100 кг. Каковы были полученные результаты, просто шокировало всех. Компания смогла на 11-12 центнеров за счет листовых некорневых подкормок с фосфором увеличить урожайность на подсолнечнике. Вы видите на графиках и диаграммы урожайности. Да, урожайность на втором варианте самая высокая, но окупаемость затрат, это все-таки когда мы при посеве даем фосфорное питание, в частности ЖКУ, и в подкормку добавили еще 30 кг. Дополнительно можно более 30 с лишним тысяч получать денежных средств, по примеру, цен 2018-2020 года. Еще один опыт на этой же культуре в другом регионе, недалеко, соседе, Липецкая область, предприятие Раненбург, по технологии подсолнечника у себя предусматривает осеннее внесение диамонофоски в дозе 100 кг. И обязательная подкормка прикорневым способом, фазу четырех листьев, карбамидомиочной смесью. Да, подсолнечнику нужно и азот, и фосфор, и галия питания. И то, как больше растение будет питаться, будет максимум реализовывать свой потенциал. В данную систему мы добавили еще вариант с жидкими комплексами до времени. Теперь этот вариант мы не листовую, а прикорневую подкормку поставили, фазу четырех листьев, до 70 кг, совместно с карбамидомиочной смесью. Результат и в данном случае получился для кого-то шокирующий. Но я позже немножко затрону эти вопросы. Почему так? Вы видите, что урожайность по сравнению с контролем с 25 центеров мы смогли увеличить на 12 центеров. Дополнительно более 40 тысяч денежных средств с одного гектара дополнительного дохода. За минусом всех затрат на удобрения. На этом слайде опыт соседей Ставропольского края 2018 год на подсолнечник. Крупное хозяйство СПК «Голгос» Ворошилова. В качестве стандартной технологии... В качестве стандарта компания применяет 50 кг аммофоса. Калии хлористые обязательно черноземы ложат под подсолнечник. Хотя многие задают вопрос, а зачем в почвах и так много калия. Обязательно подкормка азотными удобрениями 250 кг, в данном случае и газом. И обратите внимание, когда в эту схему питания добавили два варианта еще жидких комплексных удобрений. Первый вариант до посева, а второй вариант это же количество 140 кг в междуряде позже. И прежде чем комментировать данные по урожайности, обратите внимание на этот график, этот слайд. Это потребление основных элементов питания азота в косварокалии по трем критическим фазам. Если мы говорим о азот, да, азот в начальный период очень крайне важен. Период интенсивного роста вегетативной массы огромен. Фаза цветения, созревания резко уменьшается. Калий наоборот увеличивается больше к цветению, к созреванию. То фосфор, как ни крути, от 40% от общего потребления идет буквально до самого цветения. Если мы посмотрим на вариант, первый вариант, когда вносился жидкие комплексные удобрения до посева, мы позволили за счет того, что жидкие комплексные удобрения находятся в форме ортоколи фосфатов, более длительный промежуток времени подсолнечник питался дополнительно. Ни для кого не секрет то, что почва пересыхает на данной культуре через 10, вернее, на глубине 10, 15, 20 сантиметров в течение месяца. Вот это вот внесение до посевное позволило увеличить почти на тонну урожайность подсолнечника больше получить. Эта же норма внесения, внесенная позже уже в междурядье в подкормку, урожайность повысила. Но ту небольшую фосфорную яму, которая была в период от посева до развития растений, все-таки мы потеряли. Следующий вариант, хотел поделиться еще с соседями результатами Воронежская область, хозяйство Агросоюз, на черноземах обыкновенных, на тяжелых почвах на своих. Хозяйство применялись в качестве стандарта диамоний фосфат, в дозировке всего на себя 50 килограмм. И было интересно, как в данном случае растения отреагируют на увеличение добавления в систему питания серы на масличность. Ну и сколько пошли увеличивать, то увеличили мы и норму азота, фосфора и серы на третьем варианте. И обратите внимание, что добавление серы позволило до 2, до 1,5, выше 1,5 центра получить прибавку, а во втором крупном варианте почти 3 центра. И автоматически увеличило на 2% и содержание масла в данных семинах. Что в итоге привело и к увеличению дополнительной прибыли с каждого гектара. И еще хочется поделиться вариантом опыта в Липецкой области. В 2019 году компания Фусагр проводила совместно с Орловским государственным аграрным университетом. Дмитрий Валерьевич Минонко. Я понял сейчас. Вот, вы видите, несколько вариантов испытывалось. Стандартная в семье система питания сульфомофосом в регионе. Внесение жидких комплексных удобрений сульфатом калия. Все это при пассивной период. Хозяйством было очень интересно, важно, как во время подкормок в разные фазы. В фазу одну, в две фазы, в три фазы будет влиять дополнительный азот, фосфор на растения. Полученные результаты практически показали, что любые варианты, все варианты, третий, четвертый, пятый, шестой, по сравнению со стандартным сульфомофосом, увеличили урожайность на 3-4 центера. Масличность в некоторых вариантах равна была варианту с сульфомофосом, так как содержание серы в нем было максимальное. Но позволило нам изучить и важность и значение подкормки азотом-фосфором, в частности серой, в различные фазы, что в дальнейшем способствовало повышению урожайности дохода. Жидкие комплексные удобрения стали забытый продукт, многие сейчас с успехом применяют. В частности, Ростовская область 30 лет назад применяла более 56 тысяч тонн в действующем веществе данного продукта. Сейчас применение пока в несколько раз меньше. В пути увеличения доходности мы можем получать, в том числе и за счет минерального питания. Спасибо большое. Спасибо. Есть вопросы? Осеннее внесение ЖКУ все-таки есть в вопросе, связанном с фосфором Польшей. Жидкие комплексные удобрения технологичны и можно применять и до глубины 20-25 см. Да, Вы абсолютно правы, что по сравнению с твердыми гранулированными удобрениями, эта марка удобрения медленнее связывается в почве с карбонатами. Это плюс огромных этого продукта. Поэтому оптимально применять его все-таки в допосевной, перепосевной период. Тем самым растению, самую главную критическую фазу, именно старт, обеспечить питанием по максимуму. За счет формы азота у меня не связывается. За счет формы фосфора. Все верно. За счет полифосфата. Дмитрий Владимирович, вопрос. Скажите, пожалуйста. Ну вот в связи с тем, что с праздника жизни нас в правительстве убирает постепенно, но мы смотрим, армахост был 28-29 рублей, сейчас там 42-46, сколько, да? Не будет ли большая крупная компания идти на встречу крестьянам, которые не смогут осенью, когда пешеница будет стоить 10 рублей, покупать ваш фосфор по 46? Вы пойдете на встречу, снизите цены. Понимаю, вопрос не к вам, но очень интересно, потому что не покупая дорогие расходные свои составляющие урожая, просадка урожайности будет двойная, а то и тройная. Вернемся к нашим 20 центнерам на гектар. Буквально год-два. Мне это интересно, будет ли какие-то снижения? Или просто сейчас все на экспорт идет, цена такая, и нам одним и близким тоже такая же ценовая политика. Вы правильный вопрос задали. Вопрос, возможно, не ко мне, больше в коммерческой части. Мы все-таки представляем технологический отдел. Коммерсанты на стенде у нас есть. Подходите, уточняйте по объемам, по ценам. Как происходит и как будет происходить цены сегодня, завтра, послезавтра, но ни вы, ни я, мы пока не можем это сказать. То, что без питания мы понимаем, что просадка однозначно будет, это факт. И не зря в последние годы объем применения водопрения, в частности, по Ростовской области растет, растет, растет и повышается, и выражается практически на всех культурах. Поэтому по ценам, пожалуйста, на стену. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Мы двигаемся дальше.